В Семенове все идет под роспись. Ложками и плошками, пусть даже в узорах невероятной красоты, искушенных ценителей художественных промыслов нынче не удивишь. В этом году под кисть художников попали и клавиатуры, и компьютерные мышки. Расписывают более полутора тысяч изделий. Обменимся опытом, и когда общаешься с такими творческими людьми, всегда появляются какие-то новые идеи. И после этого хочется как-то еще больше воплощать свои идеи в нашем творчестве. Что-то новое вытачивать, что-то новое изобретать, как-то по-новому обыгрывать вид росписи. Ариана Бутова из-за Волжья на фестиваль «Золотая хохлома» привезла всех своих лучших кукол. Их мастерски делает ее бабушка. Это стопроцентный хендмейд. Костюмы, кстати, аутентичные. Я умею других делать. Каких ты умеешь делать? Куватку, пятиручку, шить, ангелочка. Приходят охотно, особенно маленькие дети, которые постарше уже, конечно, им некогда. В основном компьютеры, планшеты, телефоны. Но маленькие ходят прям с удовольствием. Художники, гончары, кузнецы, ткачи. В этом году на «Золотую хохлому» показать себя приехали более 600 мастеров-ремесленников. А желающих посмотреть на все великолепие нижегородских художественных промыслов оказалось более 15 тысяч человек. И, конечно, фестиваль имеет свой символ. В разные годы это были огромный стульчик-гигант, жар птицы или большая-большая расписная ложка. В этом году это двухметровая матрешка-неваяшка. Прорваться к ней практически невозможно, ажиотаж слишком велик. И этому очень рады местные жители. Политика поддержки НХП в регионе позволила не только сохранить уникальные промыслы, но и создать новые рабочие места в городе. Конечно, очень рада, потому что я надеюсь, что город будет развиваться, тут будет больше возможностей, больше возможностей работать, оставаться здесь, потому что сейчас все-таки много молодежи уезжает в Нижний, там другие крупные города. Столько, как говорится, на развитие города будет денег потечет. И просто будет с других стран будут приезжать. По мнению федеральных экспертов, сегодня Нижегородская губерния первая в России по числу сохраненных видов промыслов. И опыт финансовой поддержки НХП, а это возмещение части процентной ставки по кредитам, в том числе по заработной плате, затраты на газ, электроэнергию, закупку сырья и материалов, должен быть растиражирован. Нижегородская область, она не может гордиться промыслами, она обязана это делать, поскольку это самый один из центров, а можно сказать, может быть, даже главный центр сегодня всех промыслов страны. И мне бы хотелось поблагодарить, конечно, и Валерию Павлинычу, и Николая Васильевича Короткова, Николая Федоровича Носкова, с тем, что они в силу своих возможностей помогают промыслам выжить. И в расписном деле есть свои коварные завитки. Нижегородская хохлома, например, никак не защищена от контрафакта. С этим вопросом глава региона обратился в федеральный Минпромторг, так что матрешек теперь будут маркировать. Нужно бороться с контрафактом, очень много подделок. И мы обратились в Минпромторг в прошлом году с просьбой ввести маркировку всех изделий, чтобы люди знали, если замаркировано, значит, это настоящая хохлома. С 2016 года этот пилотный проект будет развиваться. Кроме поддержки, я бы просил всех больше покупать этой красоты, потому что чем больше мы потребляем, чем больше у нас этой красоты в наших домах, тем лучше работает наша фабрика и получают хорошую зарплату и мастера. Сегодня, к сожалению, она не самая большая, около 13 тысяч. Я уже дал указание, чтобы весь подарочный фонд исполнительной власти области был наполнен золотой хохломой. Пилотный проект по введению маркировки на промышленные изделия начнется в России в 2016 году. А у гостей этого фестиваля сомнений в том, что матрешки здесь оригинальные нет. Я очень впечатлен от увиденного. Когда я собирался ехать сюда, меня позвала Россия. Когда я приехал, я ощутил дух России здесь. Мы стараемся прививать нашим детям продолжение нашей традиции, чтобы не забывали, в какой огромной стране мы живем и какие у нас промыслы есть в нашей стране. И насколько у нас страна величественная с этими промыслами. Мне понравилось это лепить свистульку. Она сейчас свистит, но она должна высохнуть. Потом ее раскрасить можно будет.